Равен Мазе в 1917 году был избран членом президиума еврейских общин России и по национальному еврейскому списку был избран в Всероссийское учредительное собрание. Был в 1920 году арестован ЧК, но так как он был большим авторитетом международным, то вынуждены были его отпустить. В 1924 году он умер, и его похороны стали таким большим событием. Тоже на его похоронах было много евреев. Ну, еще сионистское движение. Маше Лейб Лилиенблюм. Он считал, что евреи могут войти в русское общество, но после начала погрому 1881 года понял, чего недоставало его жизни. Когда я убедился, что не отсутствие высокой культуры причина нашей трагедии, ибо чужими мы были, чужими и останемся, даже если запьем чашу культуры до дна. Все прежние идеи оставили меня. И остаток жизни Лилиенблюм посвятил деятельностью во имя создания еврейского государства. Вы помните, что массовые еврейские погромы начались в 1881 году. В марте месяце, когда изошло какое событие, был убит царь Александр II. Александр II очень хорошо относился к евреям. И Александр II уже готовил Конституцию. И в 1 марта 1881 года, это по старому стилю, 13 марта по новому стилю, он подписал Конституцию Лорис Меликова и отправился на развод в Манеж. Миновал Малую Садовую, где его ждала мина. Но не миновал двух метальщиков бомб, двух комитальщиков, которые были расставлены эсерами Перовской по Екатерининскому каналу. Первая бомба, брошенная Рызакону, убила ребенка и двух казаков-экскорта. И когда чудом уцелевший царь подошел к убитым, раздался взрыв второй бомбы, брошенной Гриневецким. Выгадайте, какой национальности Гриневецкий. Да? Вот. Среди тех, кто участвовал, значит, были Кибальчич еврейское, происхождение еврейского и Ягославского. Вот. Также Гельфман, Гриневецкий, Фигнер. И еще один человек, брат Ульянова, да? Александр Ульянов. Подсудимый Желябов, Перовская, Кибальчич, Гельфман, Михайлов и Рысаков были приговорены к смертной казни. Беременная Гельфман, первая в истории России еврейка-террористка, смертная казнь была заменена каторжными работами, где она и скончалась после родов. Таким образом, Россия, и в частности российские евреи, сделали съездную заявку стать первой террористической державой мира. Видите, сейчас евреи тоже пожинают последствия терроризма. Потому что были террористы евреи, и во время Второй мировой войны целые террористические организации. То есть Александр Третий, мы уже видим, да? Он что, был каким царем? Антисемитом, да? И сразу начались погромы. Первый погром в Одессе начался на территории греческой церкви во время Пасхи. Там собралась большая толпа, и они решили громить евреев. И двинулись в сторону Молдаванки. И здесь, вот в районе Порто-Франковска, в районе территории, где была наша института, они были остановлены отрядами самообороны. То есть это была тоже еврейская мафия. Кстати, я вам ничего не рассказал про еврейскую мафию Одессы. Ну, несколько слов буквально. Да, еврейская мафия Одессы. Вот, это была интересная, интересная еврейская мафия. Вот, да. Потому что евреи Одессы были неплохо видеть. Бабель написал много рассказов. Король, как это делалось в Одессе. Отец, Любка, казак. Ходящий в одесские рассказы. Конец Богодельный. Фроем Грач и знаменитый его персонаж. Как его звали? Беня Крик. Совершенно верно. Вот. Одесса славилась криминальными талантами. Котлетчики продавали до блеска отполированные медные часы, как золотые. Конокрады могли увезти лошадь даже из цирковой конюшни. А синичные воры со словами «Доброе утро» заходили в незапертый номер. И если там никого не было, брали все, что глаза видели. Кладчики до неукноваемости окисляли кислотой обычные монеты и сбывали любителям старины. На Куяльницком лимане самолично раскопали якобы древний клад монет. Ловцы голубей снимали с чердаков, вывешивали там для просушки белье. И помните, говорили, что вся контрабанда делается на Малой Арнаутской. Так на Малой Арнаутской был целый бизнес. Значит, еврейские мальчишки ходили и собирали спитый чай из различных чайных, да, всяких ресторанчиков. Затем этот чай просушивали, перевалывали. И отсюда вот возникла одесская чайоразвесочная фабрика, по-моему, чай. Современный у них такого же примерно качества, да. То есть целые бизнесы были. Аферисты специализировались на кражах и юридических магазинах. Шопенфеллеры на манфеликатурных. Был Мойшин Нахман, он же Карл. Знаменитый вор. 13-летняя Клара Дубова, сладкая кличка Куколка. Она работала по наводке мадам Гулятины, жены известного вора с Мясоядовской улицы. Моня Бакаленик со своими тревья сыновьями часто собирался за обеденным столом у себя на Болгарской. И единственного еврея-декабриста Георгия Переца был сын. Большой авторитет среди уголовников Одессы. Его Петр был вором-довушником, уголовным авторитетом и был убит в 1859 году при попытке к побегу. Еще один был скупщик краденого по-крупному и вор по совместительству Исаак Перельман. Один из его сыновей пошел по стопам отца, а два других учились в Сарбоне во Франции. Один из них, как вы помните, из Сарбоне приехал на территорию Алжира, Туниса. Там еще подучил иврит и поехал в Израиль и организовал еврейский язык. Восстановил иврит. Вот такая интересная история, как на дела нечестивцев все равно делаются хорошие дела. Ну и, вы знаете, самый знаменитый, да, это был Мишка Япончик, да. Да, Мишка Япончик, вот, ну, у него это было прозвище. Это было прозвище. Вот, значит, создал целую сеть организаций, да. Вот у него было несколько тысяч человек, у него было несколько тысяч человек. Но во время еврейского погрома 1905 года он вступил в отряд еврейской самообороны, с оружием в руках, защищал болдаванку от черносотинцев. То есть, я сейчас подробно буду говорить. Сонька Золотая Ручка, тоже известная аферистка, вот. И у нее было еще много последователей. И двойников ее настоящее было имя Софья Блюфштейн. Тоже можно о ней почитать. То есть, вот такие интересные истории. Итак, видите, евреи защищались, как могли. И большинство евреев все-таки эмигрировали либо в Соединенные Штаты Америки, но многие евреи этого времени начали куда эмигрировать? В Израиль. В Израиль, да. И вступали в ряды сионистов. И вступали в ряды сионистов. Итак, Лилиен Блюм первый сказал, что евреи не могут быть в русской культуре. Хотя он вначале придерживался совершенно другого мнения. Хорошо. Егуда Лейб Леон Пинскер родился в Польше в 1891 году в городе Тамашов. Нет, родился в 1821 году в Тамашов. Польша, умер в 1891 году в Одессе. Он был основателем движения Хибат-Цион. То есть, Хибат-Цион – это возвращающийся на Сион. И в позднее время эта организация Хибат-Цион превратилась в сионистскую организацию. Элизер Бен-Ягуда. Элизер Бен-Ягуда. Вот мы говорили, что это кто? Это был Перельман, да? Это был Перельман, сын вот этого самого человека. Ахат Хаам. Ахат Хаам – писатель, публицист. И другие. Хаам Нахван Бялик, вы знаете, Джаботинский и другие деятели. Первый сионистский конгресс собрался в 1897 году. Эту дату легко запомнить, потому что после этого Теодор Герцль сказал, да? Теодор Герцль что сказал? Лет через 15, да, но лет через 50, так уж точно, возникнет еврейское государство. И он точно угадал, потому что по решению Организации Объединенных Наций в 1947 году было организовано еврейское государство, да? Ну, нет, решение Организации Объединенных Наций приняло в 1947, но был какой-то период, как говорится, подготовительный для того, чтобы передать власть с английской администрации на израильскую администрацию. И уже в мае 1948 года действительно это событие произошло. Хорошо, значит, 1897 год. И где это было? В каком городе? Базеле. Поэтому базельская программа знаменитая, да? Базельская программа. Базельская программа. Базельская программа состояла из четырех пунктов. Первое. Поощрение колонизации Палестины евреями-землепашцами. Второе. Сплочение всего еврейства с помощью местных и международных организаций, устроенных в соответствии с местными законами. Третье. Укрепление и развитие еврейского национального чувства и национального самосохранения. И четвертое. Разработка мер для получения согласия правительства на осуществление идей сионизма. Второй конгресс также был в Базеле. Следующий год. Если на первом конгрессе было 200 делегатов, на втором уже 385 делегатов. И организуется такая партия, которая называется Мизрахи. Мизрахи. Мизрахи на четвертом конгрессе. На четвертом конгрессе. Их задача была привлечь к сионизму симпатии религиозных кругов, в основном равенную. Вести борьбу против включения светской просветительной работы в программу сионизма. То есть, одновременно шли сионисты. Сионисты, как мы говорили, из Гаскалы и сионисты религиозные. То есть, религиозные сионисты тоже организовали свои партии. Значит, первая алия. Просто записывайте название. Еще в 1903 году тоже в Базеле был шестой конгресс. И вы знаете, приняли такое дурацкое решение. Что в связи с тем, что Англия отказалась, вначале Англия согласилась, да? Потом отказалась предоставить евреям очаг в Палестине. И решили, где сделать очаг? В Уганде. В Уганде кто-то из нас ездил в Уганду? Не так давно, да? Да, ну вот так. Можете у них спросить, как там в Уганде климат? И хотели ли евреи ехать в Уганду, да? Очень сильно расстроился Теодор Герцог и в скорости умер. Значит, в 1903 году приняли решение делать в Уганде очаг. А состояние Герца весной 1904 года стало ухудшаться. И он умер 3 июля 1904 года, всего лишь в возрасте 44 лет. Итак, первая Алья. С 1882 года по 1903 год. 25 тысяч новоприбывших. Первые репатрианты была такая организация молодежно-студенческая. Называлась Билу. Бнэй Исраэль Лэху Уинелха. Ага, 1882 по 1903 год. В Билуце это были молодые студенты, которые решили заняться сельскохозяйственными работами в Израиле. И они жили в очень тяжелых условиях. Но основали ряд поселений. Зихрон Яков, Ришон Лицион, Экрон, Рэхавод, Нэстьйон, Есот Гамала, Рошпина в Галилее и так далее. Рошпина. Грош, голова, да? Грошпина. Да, может быть, в краеугольный палец. Правильно, Рошпина, да. Хорошо. Значит, 25 тысяч примерно человек приехало. Мы уже говорили, да? Вторая Алья. Вторая Алья была связана с революцией. Значит, первая Алья – это после погрома, да? Вторая Алья – с революцией и погрома в 1904-1914 годах. До начала Первой мировой войны. И в первой, и в второй Алье большинство холуцин было откуда? Из России. Из России. Хотя основной поток устремился в Соединенные Штаты. Но некоторое количество все же направлялись в Израиль. Были организованы рабочие партии Пуалей Цион и Гапаэль Гацаир. Пуалей Цион – это рабочие Циона, да? Гапаэль Гацаир – молодой рабочий. И была организована в начале группа в 1907 году, которая называлась Гашамер, то есть Страж. А с 1909 года она была переименована и была названа Хагана. Хагана, то есть оборона. И современная армия, да? Это что? Цагал, да? Цагал. То есть армия обороны Израиля. Хорошо. Зачем началась Первая мировая война? И на некоторое время был перерыв. С 1917 года министр иностранных дел Великобритании Артур Джеймс Бальфур направил лорду Лайонеллу Уолтеру Ротшильду послание, в котором говорилось, что таки будет в Палестине очах еврейской. И эта декларация, как она известна? Да, декларация Бальфура. Декларация Бальфура. Генерал Алемби в 1917 году отбил Иерусалим у турок. И уже в 1920 году образуется еврейское правительство под протекторатом британского. Британское правительство назначило первого верховного председателя Герберта Самуила. Герберта Самуила. Еврея, который работал над улучшением условий для поселенцев. Третья Алия с 1919 по 1923 год. Опять-таки, гражданская война. Многие уезжают из России, из Польши, из стран Восточной Европы. И они приезжают в Израиль. И в это время возникает уже такая большая трагедия. В июле 1922 года Черчилль опубликовывает так называемую «Белую книгу». «Белая книга» 1922 года запрещает, сначала ограничивает, а затем запрещает въезд евреев в Израиль. И начинается нелегальная, нелегальная Алия. Теневая Алия. И называется Алия-Бет. Не Алия-Алиф, Алия-Бет. И организаторы учреждения на евриде, как называется, МОСАД. Поэтому то, что сейчас еврейская разведка МОСАД, она первоначально называлась МОСАД Алия-Бет. И четвертая Алия, да, четвертая Алия. И пятая Алия. Четвертая Алия с 1924 по 1928. А пятая с 1930 по 1939 год. Они уже проходят нелегально. Нелегально евреев, которых удается перехватывать, да, заключают в концлагеря на Кипре. Вы помните, да, что происходило в этих концентрационных лагерях. Тогда же и создается Хагана. Хагана, это армия обороны Израиля, как вы говорите, последствий было. И начинается война с арабами. Потому что Черчилль, большую часть Палестины, кому отдает? Арабам. Но арабы претендуют на всю Палестину. И начинается ряд еврейских погромов. И тогда возникает армия. И с 1937 года, с 1931 года, Иргун-Бет, который превратился в организацию Эцель. А с 1937 года возникают подвижные отряды Пальмах. Пальмах или подвижные, или боевые отряды. Еще ФОШ их именовали. То есть это террористические организации. Если Хагана полулегальная организация, то это были явно террористические организации. Они уничтожали Арабу, и они уничтожали военнослужащих Англии. Даже был взорван террористический акт, который послужил резонансом для всего мира. Кинг Давид, известный отель, царь Давид. И погибло много английских военнослужащих. Пальмах, значит, подвижные отряды, или ФОШ, полевые отряды ФОШ. Командиром Эцеля был избран в 1943 году Бегин, который в последующем стал премьер-министром Израиля. И в 1945 году между Пальмахом, после взрыва, Кинг Давид, Эцелем и Хаганой начались серьезные разногласия. Которые позднее вылились в целую войну. Даже когда был обстрелян один из кораблей, и тоже были жертвы и с той, и с другой стороны. Вот такая была напряженная обстановка. И в такой напряженной обстановке 29 ноября 1947 года состоялось голосование по вопросу о Палестине и Генеральной Ассамблеи ООН. Большинством голосов 33 голоса против 13 и 10 воздержавшихся прошла резолюция. Но 30 ноября 1947 года, на следующий день, по палестинскому вопросу, арабы обстреляли еврейский автобус и были жертвы. И после этого арабы стали оказывать давление. Арабы стали оказывать давление. И помните, я вам читал, как Украина помогла Израилю. Дело в том, что Украина после Второй мировой войны получила самостоятельный голос в организации объединенных наций. Украина, Белоруссия, по-моему, они имели как страны, потерявшие наибольшее количество населения, они имели право голоса. И когда уже второе собралось собрание, то решили арабы переиграть. Они оказывали большое давление. И если бы проголосовали второй раз о том, чтобы отменить первую резолюцию, то, что бы произошло, еще бы государство Израиль не было создано. Но украинский делегат за 5 минут до конца, вот, он сказал, позвольте, я имею кое-что так сказать. И начал говорить, говорить, говорить. Уже закончилось время, а должны были там проголосовать, к примеру, до 6 часов. Уже 6 часов 5 минут он говорит. Ну, если бы это было в нашем парламенте, и вы бы хорошо надавали по шеям и стянули бы шеи. А так начали искать полицейского. Пока начали искать полицейского, раздаются аплодисменты. Это аплодирует делегация Израиля. Время для заседания истекло, и резолюция не была изменена. За это он получил персональный свиток Торы и звание, как сказать, этого почетного гражданина Израиля. Но Израиль так и не дали ему уехать. Да, его непосредственный начальник Никита Сергеевич Крущев, это еще было во время Сталина, но его непосредственный начальник Никита Сергеевич Крущев обвинил его в пособничестве украинскому национализму. Ну, к счастью, его не репрессировали, но он был снят с должности, этот посол. Вот такая интересная история, потому что без Украины бы, наверное, не было бы, в такой крайней мере, сразу Израиля. Да? Хорошо. Теперь евреи и коммунизм. Евреи и коммунизм. Мы выявим первую еврейскую коммунистическую организацию, которая была организована в городе Иерусалиме. В Деяниях 2 глава, 41 по 47 стих. Они что делали? Продавали имение и всякую собственность и разделяли всем, смотря по нужде каждого. От каждого по способности, каждому по потребностям, да? Так что первые верующие евреи, они были коммунистами. Вообще, коммунизм это общее. И если бы евреи не кооперировались, да, они бы вообще прекратили существование как нации. Первым коммунистом, мы уже говорили, был Моздак. Моздак. Это было восстание в 491 году. Тогда, правильно сказал товарищ, уступавший сегодня утром, да? Была страшная засуха и не знали, что делать, да? Бедные восстали и решили разделить. Но руководителем их был принц. И принц, значит, разработал такой план спасения государства. Было все разделено имуществом. Причем даже было, включая содержащихся в гаремах жен. Затем вопрос о ликвидации сторонников зла. Естественно, сторонниками зла были объявлены все те, у кого это имущество было отобрано. После того, как все разделили, оказалось, что денег все равно мало, да? И начали что делать? Про налог, про разверстку, то есть все то же самое. Но, к счастью, это продолжалось недолго. И принц Косрой, ну, Решван, да, повесил Маздака, а многие его сторонники бежали. Вот, евреи России в 19 веке известен еврей-геликабрист Григорий Перец, мы уже говорили о его сыне. Да, и многие евреи, переставая быть евреем, они все-таки становились коммунистами. Правда? Вот, многие становились коммунистами. Но, еще коммунисты пользовались выводами экономическими одного не коммуниста, но умного еврея, которого звали Рикардо Давид. Рикардо Давид, 1772 года, 1823 года, английский экономист, родился в Лондоне, в семье голландского еврея. Занимался операциями с ценными бумагами, 1814 году накопил значительное состояние и занялся исследованием математики, химии, геологии, а также экономикой. Он написал ряд книг, там, высокая цена золота, доказательства обесценивания банкнот, то есть об инфляции. И предложение по экономической и надежной валюте. Он первым сформулировал количественные теории денег, разработка теории ренты, трудовой теории стоимости, которая была посложена в основу теории прибавочной стоимости Карла Марса. То есть он первый говорил о прибавочной стоимости. Вы знаете, что Марс тоже был экономистом, да? В том анекдоте. Знаете, кем был Карл Марс? Карл Марс был экономистом. Овочка говорит, да подумаешь, а моя тетя Соня старший экономист. Итак, Карл Марс, настоящее имя, Мозис Мордехай Леви Маркс. Вот этот Мордехай Леви родился 5 мая 1818 года в городе Трир в семье еврея Генриха Маркса, который принял протестантизм и был советником юстиции и занимал должность адвоката в высшем апелляционном суде Трире. Оба деда Марса были равенными. Отец был выкрестом. И протестантизм он принял, когда же Карлу Марсу было 6 лет. Карл Марс, естественно, хорошо учился. Стал приверженцем философии Гегеля. Сблизился с млагодами гегельянцами. В 1841 году Карлу Марсу была присвоена степень доктора философии. Тема диссертации – различия между натур философии Демокрита и натур философии Эпикура. В 1844 году Марс познакомился с Энгельцем, и они опубликовали в 1845 году первую такую совместную работу «Святое семейство или критика критической критики». В 1845 году по требованию из прусского правительства французские власти распорядились о высылке редакторов и сотрудников газеты «Форвертс». То есть вперед, да? Марс переехал в Брюссель, и туда же переехал Энгельц. Там они начинают разрабатывать программу. И в феврале 1848 года манифест по коммунистической партии. «Призрак бродит по Европе», да? «Призрак коммунизма». В самом названии манифеста, в первых словах, «противоречие». Извините, если коммунизм – это что-то хорошее, то при чем тут страшный призрак, который бродит по Европе двумя цепями, отнятыми у мирового пролетариата, да? Которому нечего терять, как мы знаем, кроме цепей. То есть очень такой оригинальный деятель был. Вот. У меня тут есть еще про Карла Марса где-то анекдот, да? А, да, все говорят, говорят, а вот. На вокзале разгорелся спор между немцем и евреем о том, кто по национальности был Карл Марс. Он был немец, утверждает немец. Родился в Германии, всю жизнь прожил в Германии, умер в Германии. Хотя он умер в Соединенных Штатах, считай. «Нет, он был еврей», – возражают евреи. «Его отец еврей, мать еврейка, следует на Марс еврей». А сидящий рядом в Чукче, слушал спор и, наконец, сказал, «Карл Марс был в Чукче». Почему, – удивились немец и евреи, – шибко умный был, однако. И вот интересное у меня есть о последователях, ну, в смысле, о родственниках Марса в России. Моисей Соломонович Беркенгейм родился на девице Коган, на родственнице матери Карла Марса. Девичья фамилия была Коган. У него родилось пять сыновей и две дочери. Леон Моисеевич был врачом, Абрам Моисеевич окончил Московский университет и работал в Германии. Ригорий Моисеевич, закончив естественный факультет Московского университета с дипломом первой степени. Ну, а затем уже, так сказать, внуки, да, внуки. И из таких внуков, правнуков, Марина, старшая дочь Александра Моисеевича, это четвертого сына Беркенгейма, вышла замуж за эстонского барона фон Бамембера, от которого родила сына. Вот, и когда началась Вторая мировая война, ее муж и сын, став фашистами, оказались по одну сторону, баррикад. А Мария, старшая дочь Александра Моисеевича, член Польской коммунистической партии, по другую. Она принимала активное участие в сопротивлении нацизму, проявляя истинный героизм. То есть, одни из родственников Марса воевали на стороне Гитлера, другие родственники Марса воевали в России. Муж Марины Александры пропал без вести, а сына она сплошла спустя много лет после окончания войны. Он женился на чистокровной Арильке и жил в один из городов ФРГ. Видите, очень красивая женщина, да, Мария? Очень красивая женщина. Она после войны вернулась в Польшу, там был взрыв антисемитизма, и затем она переехала в Советский Союз, Москву и Ленинград. Долго там не удалось ей задержаться, и убежала в Финляндию. Там она получила вид на жительство, работу переводчицы и пенсию. Вот такие. Борис Моисеевич был последний сын Беркенгеймов, и все остальные Беркенгеймы, они подверглись. В 1944 году они были репрессированы. Младший сын Бориса Моисеевича Григорий Борисович инвалид, отечественной войны врач-анестезиолог. И вот последний из марксиан. Он, с одной стороны, потомок Карла Маркса, а по папе он Щепкин, чьё фамилии и носит. Он живёт в Сибири, потому что его родители были сосланы. Ему сейчас старше 80 лет, может, тоже жив, может, нет. Когда я собирал этот материал, он был ещё жив. Ну, знаете, что Маркс крайне отрицательно относился к евреям. Да, он считал, что евреи, они богатые промышленники, евреи такие, евреи такие. И, следовательно, вывод, у евреев надо отобрать все деньги, да, и уничтожить их как класс. То есть, вот такие вещи. Ну, был ли Энгельс евреем? Увы, молчит наука, молчит наука. Да, но фамилия Маркса ещё есть у немцев, а вот Энгельсов ни одного не было. Но Энгель – это идишское слово «ангел». Липнет Карл, деятель германского международного рабочего движения, как вы помните, был евреем, да, был убит в 1919 году. И по другой линии, по другой линии, он был потомком антисемита Мартина Лютера. То есть, удивительно. Да, Владимир Ильич Ульянов, ну, вы его биографию подробно знаете, да, вот, это тоже был еврей, причём тоже из тех евреев, которые не любил евреев. Из евреев-антисемитов, которые считали, что любой национализм не должен быть, да, а должен быть только что – интернационализм. Ленин первый придумал концентрационные лагеря, вот, Тухачевский первый применял газы для подавления восстания, народного восстания в Тамбове, в том фильме «Есенин». Смотрел и видели, да, как он ехал, и видел, как расстреливали людей. О братьях Свердловых я вам уже рассказывал, да. Яков Свердлов, Зиновий Свердлов, который вступил во французский иностранный легион, и он был усыновьён Пешковым и стал Зиновием Алисеевичем Пешковым, и брат Вениамин среди Свердловых. Брат Вениамин был хозяйственником, да, и две сестры Софья и Сара. Софья и Сара были известными врачами. Дочь Софьи стала женой Ягоды, главы НКВД, ещё одного еврея. Зиновьев, да, Троцкий, Каменев, я сейчас не буду перечислять, у меня очень мало времени. И Кир, и, да. Не знаю, всё может быть. Якир Иона Эммануилович. Почему-то все говорят Иона, но никто не говорит, что он был Эммануилович. Правда? Да, сын провизора из Кишинёвля, родился в 1996 году в Кишинёвле. Учился в Базельском университете, кстати, и Харьковском технологическом институте. Есть у меня данные о Махно. Вы знаете, что у Махно была даже специальная группа военных, да, из евреев. Он был женат на еврейке и очень хорошо относился к евреям. Я вам ещё хочу сказать о такой величайшей ещё трагедии, которой виноваты евреи. Это уничтожение царской семьи. И это та ещё вещь, в которой евреи должны покаяться. Вот это убийца Янкель Хаймович Юровский, организатор и исполнитель убийства царской семьи. Юровский, Юровский, Янкель Хаймович. Янкель Хаймович. Вот у меня ещё фотографии есть, видите. Глядя на этих молодых, красивых, счастливых людей, трудно поверить, что смерть уже невидимо встаёт над их головами. Царь Николай II, его жена Александра Фёдоровна и её родная сестра Елизавета Фёдоровна. Вот. А вот принцессы. А вот принцессы, это семья. Видите, и юный принц, мать. Все они были убиты. Видите. А вот эти же самые принцессы, как они уже выглядели в советском плену. Снимки разделяют восемь лет. Ну, я считаю, что это не совсем точно, потому что... О лже, о лже этих самых, всегда есть, что Анастасия осталась, да, а также, что вроде бы остался в живых сын, который где-то в Абразилии или в Аргентине жил. Ну, вы понимаете, что это из области, как сказать, сказок, да, легенд, да, мифов. И вот одна из принцесс писала, и дай покой душе смиренной в невыносимый страшный час и в преддверии могилы. Дохни у ста твоих рабов нечеловеческие силы. Молиться кротко за врагов. Убийцами были Юровский, Никулин, Ермаков, Ваганов и семеро латышей. Вергази, Хорванд, Гринфельд. Гринфельд тоже, наверное, наш человек. Надь, Фекетте, Фишер и Эдельштейн. Ну, вот такие латышские старики. Эдельштейн и Гринфельд. Кто-то спрашивает, есть ли эстонные евреи. Наверное, тоже есть, правда? Вот рассказывают очевидцы это убийство. Когда их стреляли, значит, то не убили их сразу, а их потом еще мучительно долго убивали. Они долго не умирали, кричали, стонали, передергивались. В особенности тяжело убирала та особа, дама. Ермаков, если в грудь исколол, удары штыком он делал так сильно, что штык каждый раз глубоко втыкался в пол. Та же еще свидетель, говорю, вообще говоря, очень неорганизованно это было. Вот, например, Алексей. Одиннадцать пуль проглотил, пока наконец умер. Очень живучий был парнишка. Другой Нетребен вспоминает. Младшая дочь бывшего царя упала на спину и притаилась убитой. Замеченная товарищем Ермаковым, она была убита выстрелом в грудь. Он встал на обе ее руки и выстрелил ей в грудь. Не забыли даже присоединить собачку Анастасии, которую звали Джами. Там заодно были с ними убитые слуги, которые там были. И врач Бехтеров, который... Боткин, Боткин. И врач Боткин. Бехтеров, это был коммунист. За коммунистом, да. И врач Боткин, который был там. Вот такие были. Ну, здесь у меня есть еще об организации попытки еврейской в Крыму автономии и в Биробиджане. То есть, материала много. Я полностью вам сейчас рассказывать не буду. Но вы знаете, что еще антисемитизм продолжался и в дальшее время. И жертвой такого антисемитизма стал Александр Владимирович Мень. Александр Владимирович Мень. Сколько у меня еще времени? Родился в 1935 году. Умер в 1990 году. Вернее, его убили. Это православный священник, протеерей. Библеист, проповедник, публицист. У меня есть подборка книг его. И книг о нем. Потом, да, и это был такой человек, которого можно было бы, наверное, сравнить по реформаторской величине с Мартином Лютером. Но если Мартину Лютеру удалось реформировать католицизм, то Меню просто не дали его последователям реформировать православие. Это все на совести, я скажу, православие. Хотя, конечно, его все объединили, как всегда, евреев. Правда? Так вот, значит, Мень, да, Мень, он был евреем, да, он был евреем. И даже есть очень интересная такая история. Если вы помните, в начале века, в начале века, был такой знаменитый проповедник Иоанн Кроштадский. Слышали, да? Иоанн Кроштадский, он был, так сказать, исцелил бабушку до Меня. Он когда подошел, у него были чудеса исцеления, на его собрание собирались тысячи людей, да, и это была женщина, которая подошла, сказала, я вижу, что вы очень серьезно в войне, вы еврейка, но именем Иисуса Христа, да, я вас исцеляю. Я вас исцеляю. Вот, да, отец Меня был еврей по национальности, не религиозный, но и не воинствующий атеист. А мать Александра и Елена была религиозна. Она говорила о страхе Божьем. И вот Мень вспоминает, я с недоумением спросил маму, ведь мы любим Бога, как же мы можем Его бояться? А мама ответила, мы должны бояться огорчить Его каким-либо дурным поступком. Этот ответ меня вполне удовлетворил. Елена находилась под влиянием своей бабушки. А бабушка была исцелена в Харькове в 1890 году, когда осталась вдовой с семью детьми, и она заболела. Так, если бабушка была еврейка, мама кто была? Еврейка, да? И папа тоже был еврей. Вот такое. И Иоанн Кронштадтский посолен на нее сказал, я знаю, что вы еврейка, но вижу в вас глубокую веру в Бога, помолимся в мире всех Господу, и Он исцелит вас от всякой болезни. И месяц спустя она была совершенно здорова. И когда, вы знаете, убили Мене, опять на его даже похоронах выступили антисемиты и обвинили евреев в убийстве Мене. Хотя убили, я так думаю, что по наущению некоторых православных кругов. Вы знаете, что православное священство в России имеет свой собственный спецназ. Ну, он, как считает, предназначен для того, чтобы защищать православных лидеров. Но это самый настоящий спецназ, хорошо технически оснащенный. Они имеют у них своя служба, да, секретная такая служба, типа как у ЦРУ, ФБР, там компьютерщики лучшие сидят. Правда, говорят, перед тем, как включить компьютер, они ставят свечку и молятся, чтобы никакой нечистый вирус туда не пролезть. Компьютеры. Вот такие вот явления. Вот есть у меня сведения и об Андропове, и о других деятелях. А сейчас мы поговорим, да, сейчас мы поговорим немножко о Холокосте. Холокост, да? Холокост.